Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Анатолий Гагарин, доктор философских наук и эксперт Фонда развития гражданского общества. Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня состоялась очередная прямая линия президента. Главный вопрос, для чего, если хотите, почему Владимир Путин регулярно проводит вот такие сеансы прямой связи с народом? Ну, вы сами сказали, это действительно прямая связь с народом. Это возможность получить оперативную информацию о том, что происходит в нашем огромном стране, в огромном государстве. И поскольку существуют разные форматы внутри самой прямой линии, там есть какие-то выходы на прямую связь, СММ и так далее, СМС и многие другие возможности, это все позволяет создать такую очень полноценную картину, которая позволяет видеть все, что происходит, ну или, по крайней мере, приблизиться к видению того, что происходит в огромном регионе. И мы видим, что каждая прямая линия, она имеет определенный свой какой-то рисунок, свою особенность. Вот в данном случае мы видим, что проблемы были взяты такими крупными мазками, но, соответственно, эти проблемы, они уже потом структурировались в какие-то уже конкретные случаи. И мне кажется, что это был правильный подход, потому что можно действительно перечислять огромное количество разных конкретных проблем, но необходимо их обобщать. И Путин постоянно старается их обобщить, старается найти способы решения всех этих конкретных проблем. Желательно, так сказать, найти такое решение, которое могло бы быстро решить определенную категорию проблем. И вот это, скажем так, некое воспарение над ситуацией, оно было, я его заметил как раз в этой прямой линии, это действительно, мне кажется, очень необходимый момент, потому что жалоб много, проблем много, необходимо видеть стратегические задачи. И, собственно, Путин в этом... Но и реагировать-то ведь тоже надо на конкретные жалобы. Они просто говорят, вот вы знаете, мы обобщим, и через полгода будут приняты какие-то меры реагирования. Какие-то решения принимаются сразу, вот мы знаем, даже некоторые решения принимаются еще до прямой линии, например, вчера и позавчера уже некоторые сигналы, которые поступили, они уже, так сказать, нашли свое решение. В соседней Челябинской области, например. Да, например. Ну вот, например, в Тюменской области у соседей, видимо, скоро в деревне появится водопровод, потому что Путин даже удивился, как же так в такой передовой области и так сказать. А в Верхней Салде, возможно, разберутся с мусорной реформой. Я думаю, да. Там есть реформа, там, скорее всего, конкретная площадка, которая, видимо, действительно вызвала внимание жителей этого города. И я знаю, что завтра выезжает заместитель министра энергетики из ЖКХ, и я думаю, что проблема решится. Я думаю, что самое-то главное, что конкретные проблемы решаются, но как решить их в целом? И вот как раз некоторые моменты, я отметил, они связаны с тем, что решения правительства пока еще неизвестны нашему населению. И вот как раз Путин в качестве такой политинформации рассказывал о том, что отдельные, скажем так, решения, связанные, ну, например, там, с выплатой компенсации молодым матерям. И некоторые другие вопросы. Детские пособия. Да, детские пособия. Про нацпроекты то же самое он сказал. Про нацпроекты. Люди до конца не понимают вообще, о чем идет речь. Да, потому что понятие национальный проект звучит очень абстрактно. И действительно, это некая стратегическая задача. У нас есть национальные проекты, да. Конечно же, это необходимо конкретизировать и необходимо все-таки показывать, как же все-таки они решаются. Но мы знаем, что проблемы с реализацией нацпроектов, они есть и в правительстве. И много претензий к правительству. Путин прямо сказал, что за отдельные вопросы отвечает им на правительство. И оно как раз в некоторых вопросах оказывается или нерасторопным, или, так сказать, неправильно понимает ситуацию. В некоторых ситуациях он прямо и довольно жестко покритикал правительство. Сказал, что к нему есть вопросы, и этим вопросом нужно заниматься. Я думаю, что решения последуют в ближайшее время. Кадровые? Видимо, и кадровые. Хотя, надо сказать, что президент у нас, скажем так, к кадрам относится бережно. Он уже как-то высказывался на эту тему. Ну, он же сказал, опять же, в прямой линии, самое простое это шашкой махать. А он, судя по всему, не приверженец этой стратегии. Ну, как говорил, другой известный классик, других, так сказать, кадров у нас для вас нет. Анатолий, вот смотрите, миллионы вопросов президенту, каждую прямую линию можно трактовать по-разному, как минимум в двух плоскостях. Первое. Президент эффективный институт, ему доверяют, и это хорошо. Или президент единственный эффективный институт, значит, другие институции не работают, это плохо, вот оно, ручное управление. Вы как к этому относитесь? Потому что, действительно, миллионы вопросов президенту поступает. Это хорошо или это плохо? Ну, особенность, скажем так, нашей иерархической управленческой системы заключается в том, что, действительно, за все проблемы отвечает или президент, или губернатор. Вот, мы знаем, что такая же ситуация складывается в регионах, когда губернатор вынужден в режиме ручного управления решать многие вопросы. Мы знаем, что подобные прямые линии проходят, скажем так, и у нас, и они имеют определенный эффект у наших соседей. Вот, и этот жанр, при всем, может быть, некотором таком критическом отношении к нему, тем не менее, он оказывается эффективным. Почему? Потому что, видимо, все-таки, сама по себе природа нашей власти, она построена на том, что человек уповает все-таки на высшего, скажем так, высшего управленческого, так сказать, субъекта, который должен решать эти вопросы с его точки зрения. Такая инъекция адреналина для системы, если хотите. Видимо, да. Видимо, это такой ритуал, который очень необходим, полезен для того, чтобы система, так сказать, перезагружалась время от времени. Вот, и поэтому такие встряски, они необходимы, видимо, для системы. Анатолий, интересно ваше мнение. Есть, ну, такая аналитика, скажем так, такая позиция, что в этом году прямой линии уделяется какое-то особое внимание. Было действительно очень много рекламы, прежде всего, на госканалах, которые транслировали прямую линию, много публикаций на этот счет. Кажется даже, что к 20-му числу было срочно решено несколько проблем, скажем так, резонансных общественно-политического толка. Ну, например, дело журналиста Ивана Голунова, вообще беспрецедентная абсолютно история, с которого были сняты все обвинения. Это так или нет? Действительно, к этой линии готовились как к никакой другой в предыдущие годы? Ну, я думаю, что каждая линия готовится очень основательно, и, безусловно, какие-то резонансные вопросы стараются все-таки как-то урегулировать в приближении к прямой линии. Это как раз то, о чем я говорил, о необходимости вот этого политической перезагрузки. Кто-то может смотреть как ритуал, и я думаю, что это очень хороший инструмент. Инструмент для коммуникации, во-первых. Инструмент или сигнал, который все считывают и делают какие-то выводы? Это, скажем так, сигнализирующий инструмент, если можно так выразиться. Некая сигнальная система, если выразить ее, как некий инструментальный аппарат, который необходим для того, чтобы, во-первых, установить, пусть кратковременную коммуникацию между президентом и населением, между населением и губернаторами, потому что это еще одна возможность увидеть и услышать население. Но в данном случае гарантом, так сказать, и неким третейским судьей является сам президент. Причем он судья, именно облеченный всеми, так сказать, необходимыми полномочиями. Поэтому эта коммуникация, она не просто, так сказать, способ общения, а способ управления. И поэтому это такая управленческая система, которая позволяет, как я уже сказал, и перезагружаться, и транслировать этот сигнал соответствующими, скажем так, дополнительными мотивациями. — Можно ли сказать, что фокус внимания и спрашивающих жителей России, и отвечающего президента Российской Федерации сместился с внешнего контура, с каких-то внешних угроз, проблем и так далее, на внутренний? Вот лично у меня такое ощущение действительно по итогам сегодняшней прямой линии сложилось. — У меня тоже, потому что даже вопрос о санкциях, он сейчас рассматривается в плоскости, а насколько это выгодно или невыгодно нам. Вот это не вопрос, так сказать, внешней политики, потому что мы прекрасно понимаем, что санкции — это тоже определенный ритуал, который сейчас, так сказать, наши внешнеполитические партнеры разыгрывают в очередной раз. Но похоже, что и они устали уже от этого, а мы уже, по сути, так сказать, уже даже не обращаем внимания, по большому счету. Те партнеры, которые хотят с нами, так сказать, устанавливать отношения, они приходят сами и говорят, хотелось бы как-то нам обходить эти санкции, как-то найти вариант. — Это правда. Про Украину также было, вообщем-то, вскользь заявлено по взаимоотношению с Соединенными Штатами и Китаем. — Тем более, что... — Это признак чего? Давайте попробуем проанализировать. — Да, президент сказал. Понимаете, говорит, у нас товарооборот с Америкой не столько высок, чтобы мы, скажем, могли бы, ну, скажем так, лить какие-то слезы относительно того, что у нас там возникла некоторая заминка. У нас товарооборот, в принципе, с Европой он существует, хотя не такой большой. У нас товарооборот с Азией, с Китаем мы сейчас развиваем наши отношения. Поэтому здесь надо сказать, что мы в данном случае вот эти внешнеэкономические причины и поводы и какие-то информационные моменты используем для того, чтобы нам самим мобилизоваться и самим, так сказать, получить возможные новые прогрессивные такие потенциальные импульсы для развития. Вот это самое важное. А в данном случае внешняя сторона является, ну, скажем так, некой отражающей, так сказать, стороной, которая является как экран, экранирующей отношение нас к себе самим. То есть в этом смысле мы, как говорится, гляжусь в себя как в зеркало, да, вот это из той же самой серии, и это касается в том числе и наших внутриуправленческих импульсов и тех необходимых импульсов для развития промышленности. Хотя, конечно же, наше международное сотрудничество, оно развивается, и мы находим другие формы, другие возможности через другие ассоциации, через другие объединения, через там страны, объединения ШОС, БРИКС и так далее, для того, чтобы нашу экономику развивать. Самое последнее, видимо, Анатолий, все-таки по итогам прямой линии, чего вы ждете? Ну, поговорили, это замечательно, диалог всегда лучше, чем его отсутствие, спустили пресловутый пар, разошлись и, собственно, вернулись к исходным позициям. Или все-таки имеет смысл ожидать конкретных решений по конкретным вопросам? Детские пособия, помощь предпринимателям, мусорная реформа, изменение законов в этих и прочих сферах. Это будет или этого не будет? Я думаю, это будет, и я думаю, что сейчас как раз недаром стоял вопрос относительно развития различных, так сказать, и интернет-технологий, и технологий оценки общественного мнения. Недаром там присутствовали представители нашей крупно-социологических структур. Я думаю, что мы сейчас получим через какое-то время обобщение всех, так сказать, тех сигналов, которые поступают с мест, и это позволит действительно выработать те шаги или те, скажем так, уточнить те программы, которые существуют, для того, чтобы все-таки направить их на улучшение решения тех задач, которые сейчас стоят. Поэтому я думаю, что решения, безусловно, будут, и я надеюсь, что эти решения будут с учетом современных, так сказать, достижений изучения общественного мнения. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Анатолий Гагарин, доктор философских наук и эксперт Фонда развития гражданского общества. До свидания и удачи. Спасибо.